Здравствуйте, дорогие авторы, производители обстенок, фасовщики АДУ и просто домашние буквоеды. Сегодня студия «Подпольной правды» открывает избу читанию для всех обитателей галактики, изучивших алфавит хотя бы от А до Б и способных составить из этих букв слово «жопа». В эфире самая добрая межгалактическая программа виртуальных развлечений «Подпольная правда» на 3dabi.gamedyfestiv.ru К сожалению, пока что не до всех жителей галактики дошло главное. Посмотрел «Подпольную правду» – знаешь об играх все. Слишком уж велика тяга у русскоязычных приматов к печатному знаку и непечатному слову. Я вот тоже давеча купил несколько профильных журналов, полистал, помедитировал. И теперь хочу представить на ваш суд обзор игровой прессы за ноябрь 2007 года. Стей, как говорится, тюнд. Начнем с журнала о любви. О любви. PlayStation 2, PlayStation 3 и PSP под названием PlayStation Magazine. Начнем мы с него не за какие-то особые заслуги, а потому что номер, который я купил 25 ноября, оказался чего-то декабрьским. Первым делом я полез в новости. Но вовсе не потому, что мне было любопытно узнать, что, например, из Borderlands может получиться замечательный проект, а вот, знаете ли, может и не получиться. Что Alone in the Dark, кто бы мог подумать? Стоит ждать. Что в Half-Life 2 солдаты нас будут гнобить и шпырять, а в конце мы им страшно отомстим. Зайдите на любой игровой форум, хотя бы на наш. Там найдется с пары сотен килобайт того же самого, только на пару месяцев оперативнее и без слова шпырять, которого не знает ни один толковый слава. В новости я полез потому, что в первой трети журнала находится самая дорогая реклама, если вы не знали, дорогие телезрители. Посмотреть, кто с кем и почем дружит. Как выяснилось, на престижной рекламной площади позарились только другие журналы того же издательского дома, потому как халява. И сеть магазинов «Союз», через которые распространяются все игры, которые описаны в PlayStation Magazine. Так что там вообще непонятно, кто кому должен. Я не буду зачитывать выдержки из журнала, а то на другие времени не останется. Покажу только одну страницу. Она характеризует самую суть этого издания. Там вот такенными буквами написано «Важные скриншоты в последнюю минуту». Поневоле ожидаешь, ну, по крайней мере, красочный разворот с Final Fantasy XIV. А видишь, хотя и с трудом, вот эту. Я вам сейчас расскажу. Значит, татуированный мужик чешет спину теннисной ракеткой. Да и бог с ним с мужиком. Я вообще в первый раз вижу, что в журнале надпись «Важная картинка» занимала в три раза больше места, чем сама картинка. Как я уже говорил, номер получился декабрьским. Оно и понятным, потому что сейчас редакция сдаст новогодний выпуск и с чистой совестью отправится, так сказать, в творческий запой до ближайшего февраля. От всей души желаю с возвращением не торопиться. Следующим на очереди у нас журнал о лучших компьютерных и видеоиграх под названием «Страна игр». Я не буду спрашивать, какое отношение к лучшим играм имеет обзор Shadowrun. Если кто не в курсе, это шутер, который хуже любого другого, что придет вам в голову, в чем, кстати, сознается сам обозреватель. Или обзор Obscure 2, тоже знаете ли, тот еще шедевр. Это все мелочи. Мелочи по сравнению с огромной рекламой сигарет на странице 47. Эта реклама находится, дорогие друзья, в журнале, предназначенном, по словам самого издательского дома, мужчинам от 16 лет, с чем мы их и поздравляем. Из 14 страниц новостей 7 занимает обильная реклама от личной, от личной компании Akela и вполне себе неплохой компании Samsung. Если верить официальным прайс-листам издательского дома, а почему бы вам, собственно говоря, и не верить, 90 тысяч долларов вполне хватит на то, чтобы напечатать этот самый номер. Сливок с остальных 45 рекламных страниц вполне хватит на зарплату редакции, в коей состоит целых 21 человек. Как вы уже поняли, дорогие друзья, номер после этого продавать совсем не обязательно, потому что, судя по рекламе сигарет, он уже и так некоторым образом продан. Вот только, к сожалению, поняли это не только вы, но и те, кто этот номер создавал. На странице 115 в описании, прости господи, игры Shadowrun значится вчерашняя графика, непривлекательный внешний вид, оценка 6,5 баллов. На странице 126 мы читаем о Coded Arms. Отличная графика и звуковое сопровождение. Как вы думаете, какая оценка? Правильно, 6,5 баллов. Вообще, описание игр в стране, опять-таки, игр, по разнообразию почти догоняют колонию стафилокока, которую изнурительно лечили антибиотиками в течение двух недель к ряду. Столько уходит на создание одного номера Си. Страница 113, Conan. Посредственные графика и звук, отсутствие многопользовательского режима. Страница 115, Shadowrun. Вчерашняя графика, небольшое количество режимов. Страница 117, Gold with Style. Симпатичная графика, приятный саундтрек. Страница 119, Sender Cover. Приятная графика, любопытные загадки. Страница 121, Wazers & Arms. Очень приличная графика, правда, в недостатках тут же значатся графические недоработки. Страница 125, Company of Heroes. Отличная графика и прекрасная звуковая дорожка. Следующая страница, Coded Arms. Отличная графика и звуковое сопровождение. И, наконец, на соседней странице страшненькая графика. Это об игре Мехасолд. Причем первая с отличной графикой получила 6,5 баллов. Вторая со страшненькой 7,5. Возникает вопрос. Зачем тратить 440 рублей, чтобы дважды в месяц читать увлековательнейшие рассказы о графике, когда на те же самые деньги можно купить 20 пачек рекламированных в журнале сигарет и укурить ими до смерти всю редакцию. Ну или хотя бы главную редакцию. Теперь обратимся к крупнейшему компьютерно-игровому журналу в России. Игромания. На второй странице журнал с гордостью сообщает, что подписаться на него можно даже на островах Питкерн в Тихом океане. Для ненавистников географии сообщают, что жителей этих островов в 4 раза меньше, чем страниц в журнале Игромания. И это не шутка. Журнал стал солидным, грузным, тяжелым, большущим. Пишет обо всем на свете. И лоснится от собственной респектабельности, не знаю, прям как выпускник ГПТУ в новом тренировочном костюме. Статьи, как бы это сказать, очень ровные. Из них давно уже выветрился тот детсадовский максимализм, который придавал Игромании буйно помешанное очарование лет 5 тому назад. Я нашел всего два больших обзора, в которых оценки опустились ниже 7 баллов. Это NHL 08, который слегка обидели, и CSI 4, которому, конечно, сильно польстили. Впрочем, любые огрехи печатного слова в Игромании с торицей окупает дисковое приложение. Без дураков. Это лучшее дисковое приложение в Европе. Повторяю, лучшее дисковое приложение в Европе. Про Америку молчу, потому что американских журналов не читаю по политическим соображениям и не знаю, как там у них дела с дисками. Редакция должна создателям DVD ноги мыть и воду пить, потому что с таким диском можно смело выпускать 260 страниц, заполненных речами Леонида Ильича Брежнева, и получать прибыль от продажи тиража, а не от рекламы коммунистической партии. Кстати, Игромания – единственный в России журнал, который приносит прибыль от продажи тиража, а это кое-что да значит. Полагаю, лет через 5 Игромания захватит и поглотит Коммерсант, Financial Times и Пентхаус и станет главным печатным органом страны. А по телеку лет через 5 будут крутить только сюжеты с Игроманского DVD, ну и, конечно, подпольную правду. В нашем сегодняшнем обзоре никаких победителей нет, но если бы мы устраивали состязание, то вместе с DVD-приложением к Игромании на Лавры рука об руку претендовало бы журнальное приложение к 3-м DVD под названием «Навигатор игрового мира». Как профессиональный редактор скажу, в «Навигаторе» умеют писать в духе олдскул. Мало того, они там умеют это, смешно. Еще. За подписи к картинкам и заголовки статей авторам нужно возводить бюст на родине героя. Каждый заголовок – маленький шедевр. Вот тебе бабушка и судный день, а Хелгейт Лондон. Дембельский аддон, на последнем дополнении к героям меча и магии. Трудно плыть боком, сами догадаетесь о чем. Впечатление не портит ни допотопная верстка, ни блеклая латвийская печать. Боюсь только, что оценить остроуми авторов смогут лишь ровесники главного редактора, то есть убеленные сединами директора айтишных компаний, достареющие чекисты из отдела по защите компьютерной информации. А жаль. Закончить обзор игровой прессы я предлагаю журналам «Плейбой». Почему? Потому что, во-первых, многие авторы полудетских игровых журналов пишут свои статьи органам, которые приходят в бой готовность как раз при помощи журнала «Плейбой». А во-вторых, в нем тоже есть игровая страничка. Да-да, на одной странице уместились «Хеллгейт Лондон», «Кейнен Линч», «Джаз» работа по найму, «Ассэйсн Скрит», а также сводки продаж «Хала-3» и «Эксбокс 360» и обзор гибридного манипулятора «Спидпэд». В любом другом издании на все это изобилие ухлопали бы листов 20. Компетентность «Плейбойского автора» такая же, как и у «Игражуров». Невменяемый «Хеллгейт» получил ни за что, ни про что 5 баллов, а гениальный «Ассэйсн Скрит» — 3. из-за чего сам собой напрашивается вывод. Этих игр в «Плейбое» в глаза не видели. Впрочем, оно и правильно. С «Плейбоем» нужно играть в другие игры на свежем воздухе с девичьей грудью в левой руке. На ум по неволе приходит олимпийский девиз «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». А хочешь узнать про игры, смотри «Подпольную правду». На этом «Подпольная правда» прощается с вами. Пишите на «Правду», как всегда, собака.gamesdefestv.ru и готовьте свечки, кимоно и меч-кладинец. На следующей неделе мы вместе с вами отпразднуем 15-летие лучшего файтинга всех времен и народов в «Мортал Компаде». Выдача трупов начнется, как обычно, в четверг. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok